Здравствуйте, дорогие русские слушатели! Я вам тут покажу фразеологический глагол, основанный на глаголе bring – нести, приносить. И я вам покажу to, out, on, up, down, about – значит, шесть propositions, шесть предлогов. И фразеологический глагол состоит из глагола и последующего предлога. Это можно сравнить с русским префиксом. Например, делать, сделать, доделать, с, до – это будут префиксы, которые дают каждый раз другое значение глаголу. Значит, у русских, у немцев у нас есть много префиксов, и очень трудно запомнить это всё изучающим иностранцам. Ну и также русским иногда трудно запомнить все фразеологические глаголы. У меня есть, например, словарь очень толстый. Фразеологический глагол просто, он посвящён фразеологическим глаголам. Фактически это дополнительный словарь. Вот, и или мы его знаем, или мы его не знаем. И вот здесь я вам покажу девять разных значений, вот с этими шестью последующими предлогами. Значит, первый у нас bring to. И, значит, написано, что это буквально может быть, literal. Значит, буквальное значение, прямое значение. Example, пример. What should I bring to... Sorry, извините. What should I bring to the party? Что я должен принести на вечеринку? Что я должен принести? Принести куда? Bring to. Это действительно прямое значение глагола принести. To. Это preposition, предлог, который обычно используется, очень часто используется предлогом направления. Куда идём? И куда, куда чего? И, значит, второе здесь значение. Indicate someone has been helped to regain consciousness. Значит, кто-то пришёл, значит, как сказать, ну, в сознание, если он... Не то, что в сознании, не то, что он был без сознания. Ну, вот давайте сначала посмотрим example. Пример. The smell of coffee will always bring me to two in the morning. Значит, запах кофе всегда меня... Всегда позволяет мне, как бы, лучше проснуться, чтобы он у меня позволяет моему мозгу заработать, чтобы у меня мозг начал работать. Значит, запах кофе меня, как бы, пробуждает с утра. Bring me to. Значит, как бы, пробуждает мой мозг. Вот такое есть второе значение. Bring to. Значит, следующий глагол bring out. Bring out имеет два значения тоже. Значит, первое значение... Bring out the burgers. We are starving. Принеси. Принеси бюргеры. Мы умираем с голоду. Мы умираем от голоду. Starve. Они... Мы по-русски говорим умирать от голоду, но у них есть специальный глагол starve. Starve значит буквально вот голодать. Да, мы говорим голодать. Starve. Но мы так не можем сказать по-русски. Я голодаю. Они вот так говорят. То есть выражения вот эти надо всё учить в другом языке. I'm starving. Когда вы очень голодны, вы говорите I'm starving. Я, может, так и не говорю. Я не помню, как я говорю. Ну, короче, это вот так вот надо говорить. Окей. Значит, это первое значение. Bring out the burgers. Ну, принеси их сюда. И второе значение, то есть фразеологическое. Being released. Revealed. Значит, что-то выпускается. Revealed. Открывается. Stressed. Значит, подчёркивается. И highlighted. То же самое. Подчёркивается. Там значение, например. Developed. Что-то, значит, развивается. И посмотрим, например. My favorite band. The Orange Waffles will bring out a new album this fall. Моя любимая музыкальная группа. Называется «Оранжевые вафельные печенья». Will bring out a new album this fall. Значит, reveal. Значит, откроет. Откроет. Выпустит. Выпустит первый альб... I'm sorry. Новый альбом этой осенью. Значит, осень, мы говорим... Мы многие знаем autumn значение. Но в американском английском часто используется fall. Конечно, autumn мы можем читать и в книжках, и везде в литературе. Вот, но в американском значении, особенно вот в колледже я работаю, всегда говорят fall semester. Или там в университете здесь в Америке всегда будут говорить fall semester. Никогда autumn здесь не говорят. Американское значение. Так, хорошо. Значит, следующее значение. Bring on. To cause something to occur. Introduce something or cause something to appear. Значит, что-то должно появиться, принести что-то. И вот пример. It's my birthday. Bring on the cake. Значит, ну, принеси торт. Сегодня мой день рождения. Принеси торт. Значит, сделай так, чтобы это случилось. Bring on. Bring on the cake. Следующее значение bring up используется в прямом значении. Принести наверх. Shows upward motion toward the speaker. Значит, показывает движение наверх, направленное к говорящему. И вот так, как они дают здесь пример, тут, конечно, немножко такая путаница получается, потому что мы, русские, любим всё как бы логически сразу понимать. И чтобы это всё понятно. Ну, получается, противоположное down и up, значит, вниз и наверх, а получается, что как-то трудно понять. Ну, давайте посмотрим на этот пример. The next time you go downstairs, bring up the laundry basket. Значит, в следующий раз, когда ты пойдёшь вниз, принеси наверх корзину для стирки. Для, там, бельё собирать для стирки. Laundry basket называется. Значит, люди находятся наверху, и один, который находится наверху, говорит другому. В следующий раз, когда ты пойдёшь вниз по лестнице, подними наверх, да, bring up the laundry basket. Подними наверх, ну, вероятно, не пустую корзину, а, ну, неважно, какую корзину для стирки. И следующий глагол bring down. Написано здесь like bring up. This shows motion toward the speaker, but downward when used literally. Значит, прямое значение нести вниз. Пример. The next time you go upstairs, bring down my sweater. В следующий раз, когда ты пойдёшь наверх, принеси с собой вниз, значит, мой свитер. Значит, по-русски мы можем прибавлять всяких разных слов дополнительных, и понятно, тут как они объясняют, получается немножко противоположное здесь сначала. Можно немножко запутаться. Значит, оба человека находятся внизу, на первом этаже, и один другому говорит, когда ты пойдёшь наверх, наверх, на второй этаж, принеси оттуда мой свитер сюда, вниз. И второе значение, тоже bring down, фразологическое значение, means to collapse. Collapse, ну как, ну, когда человек упал, например, заболел. Collapse. Lower a person's mood. Понизить настроение человека. Injure or kill. Поранить человека. Убить кого-то. Capture. Захватить, поймать. Or reduce. Или уменьшить. Вот такие все значения. Значит, пример здесь у нас. I'm happy today and will not let any bad news bring me down. Я сегодня счастлив, счастлива, и не позволю никаким плохим новостям испортить мне настроение. Вот bring down, значит, еще раз я повторю эти значения. Collapse, значит, ну, как-то упасть, там, я не знаю, упасть. Lower a person's mood. Понизить настроение. Поранить, убить, захватить и уменьшить. Ну, вот здесь пример один, значит, испортить настроение. И последний пропозитion. Значит, предлог у нас тут bring about. To accomplish or cause something to happen. Значит, что-то свершить. Свершить, создать, завершить. Accomplish, cause something to happen. Значит, стать причиной, что что-то произошло. Пример. Dieting and exercise will bring about weight loss. Ну, я бы сказала лучше dieting and exercising, потому что здесь subject, значит, подлежащее выражено герундием. Dieting, gerund. И второй должен быть герундий, чтобы быть consistent. А здесь, значит, пример, ну, здесь вообще пример-таки не очень удачный, я просто так выбрала их. Вот. А здесь пример, значит, герундий. Первый стоит dieting, и второй стоит exercise, значит, noun. Существительное. Ну, вот надо, значит, или два герунди, или два существительных. Это лучше, так грамотнее, да? Ну, вот. Я повторю. Dieting and exercising will bring about weight loss. Значит, диета и физические упражнения повлекут за собой потерю веса. Значит, в результате диеты и упражнений вы можете потерять вес. Значит, задача потерять вес, уменьшить вес. Ну, вот так, значит, мы рассмотрели глагол bring с разными последующими предлогами, что мы называем фразеологические глаголы. Мы рассмотрели bring to, bring out, bring on, bring up, bring down, and bring about. Altogether. Всего мы рассмотрели девять разных значений. Спасибо, до свидания. Тут всякие звуки мне мешают. Большое до свидания. Большое спасибо за прослушивание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok